Всем привет, с вами Ирина, и сегодня я хочу рассказать вам о вышивальном фестивале, который я посетила в Петербурге 27 октября. Вышивальный фестиваль начался у меня с того, что я, Лиля с канала «Сплошные крестики» и Катя с канала «Я, Катя», встречались с подписчиками, отвечали на вопросы, показывали свои вышивки и много-много смеялись, рассуждали. Эта встреча помогла мне моментально окунуться в атмосферу фестиваля. Я зарядилась сразу же положительной энергией, и дальше все пошло прямо просто великолепно. Фестиваль был богат на встречи и мастер-классы. Я, конечно, не смогла посетить все, это просто невозможно, потому что некоторые мероприятия шли параллельно, и приходилось выбирать. Я вам расскажу только о тех мероприятиях и о тех мастер-классах, которые посетила я. Во-первых, я не могла пропустить презентацию новинок панны. Я попала на нее не с самого начала, но самое интересное я не пропустила. А новинок-то там было представлено, мне кажется, достаточно много. Мне очень приглянулся вот этот вот акварельный букет. На мой взгляд, очень он хорошо подойдет в пару к букету с ведерки, которые у меня тоже есть в запасах и которые я когда-нибудь мечтаю вышить. А также мне очень понравился этот вот букет с гранатом и цветами. Он очень необычный и почему-то кажется мне достаточно таким новогодним. Но он мне тоже очень приглянулся, хотя, конечно, ничего удивительного. Цветы и акварель – это мое все. Также среди анонсов был еще один сюжет, на который я просто не могла не обратить внимание. Это сюжет с Венецией, акварельной Венецией. Вы представляете, я настолько люблю Италию, что я как его увидела, я все, я побежала смотреть его вблизи. Очень уж мне понравился тот сюжет и я думаю, что рано или поздно в моих запасах он окажется. Также панна представила еще два сюжета. Это кот и собака в шляпе и в платках. Я небольшой любитель вышивки животных, но мимо них я пройти не могла. Очень интересная задумка и очень интересные сюжеты на черной конве. И эти сюжеты понравились не только мне, они также приклянулись и многим гостям вышивального фестиваля. Но панна не ограничилась тем, что продемонстрировала нам наборы вышивки крестом. Они также показали алмазную мозаику и также показали наборы с мягкими игрушками. Очень интересные наборы. Сейчас я вам вставлю кусочек. Если в основном нравится серебряная, то можно ткать по-другому вешать. Еще фишечка этой. Ной салфы. Ее из них будут. Вот девушка у нас. Снимаем. Тут у нас нет трусика. И, к сожалению, все нет с собой ручки. У нее юбка из спотина. Да, такая пышная, объемная юбка. Давайте мы ее найдем. Значит, постыла и показывала девушку без юбки. Вообще, разделала в манглую просто. Не обняла. Сейчас не вообще. Сейчас я ее найду. Вот. У нее такая юбочка из спотина. Все ходит в один набор. Такая двойная девушка у нас. Я не буду пока делать. У нее потеряемые. Вообще, очень популярная розовая тона. Поэтому есть еще такая у нас новая уточка. Ее лучше потрогать. Также на вышивальном фестивале я смогла поближе познакомиться с французской вышивкой, о которой нам рассказала Юлия Лапутина. Ранее мои представления о французской вышивке ограничивались лишь серией ботаника. А теперь границы моих знаний расширились в этой области. И я узнала и открыла для себя очень много дизайнов. Было очень интересно послушать о том, как Юля открыла свой магазин, какие дизайны ей нравятся. И мне кажется, лучше, чем она, об этом никто не расскажет. Меня зовут Юля. И я уже выживаю почти 20 лет. Кроме того, я использую свой влог уже почти 10 лет, даже 11. И также у меня свой интернет-мурочек французская вышивка. Любовь к французской вышивке у меня началась в 2015 году. Я первый раз, когда приехала в Форис, в 2015 году, случайно попала на вышивку вышивки, где собирались самые крупные производители вышивки, известные дизайнеры. И я тогда пришла к фориске вышивальщицам и говорю, хочу очень купить ваш набор. Они говорят, какой? Я говорю, ну, это сенью пиржанку. Такую. Вот тогда вышивала, выходила на полотенце, влечитом. Я купила этот набор. Там было клетчатое полотенце и схема. Они такие, специально из России ехали. Я говорю, да, прям хотела, да, попробовать, влечить вашу набор. И, собственно, это у вас была первая французская вышивка. Единственное, я полотенце заменила на муранок, потому что клетчатое полотенце там получалось так редко, у девушки прям на лице, и оно просвечивалось. Поэтому было решено поменять этот дом. К тому же вот эта мурана, 266 оттенок, она прям идеально подходит к синим вышивкам. Ну и вот, собственно, с этой вышивки началась моя любовь к французам. После того, как я послушала рассказ Юли, я безумно захотела вышивать французскую вышивку. Мне очень захотелось вышивать серию ботаника, на которую у меня собраны материалы. А также мне безумно понравилась схема дверей с малевами. И я обязательно ее куплю, и надеюсь, что куплю ее в ближайшем будущем и вышью. Так этот сюжет запал мне в душу, что я вот уже несколько дней хожу и мечтаю об этой вышивке. Также еще была одна встреча-мастер-класс, который я очень хотела посетить. Это вышивка на одежде. И рассказывали нам о вышивке на одежде Инна Макушева и Наташа Гевке. Девочки достаточно много вышивали на одежде, им было чем с нами поделиться. Также многие гости вышивального фестиваля пришли в одежде с элементами вышивки. И многие такую красоту просто с собой принесли, что одно загляденье. Я тоже уже очень давно хочу вышить что-нибудь на одежде, но боюсь. Однако после разговора с девочкой мне немножко прибавилось храбрости. И возможно в будущем я окончательно избавлюсь от своих страхов и что-нибудь да вышью. На самом деле вышивка на одежде это очень легко, это очень интересно, но очень страшно. Ну, не было страшно, да? Потому что ты боишься испортить вещь, ты боишься испортить вышивку, ты боишься, что у тебя что-то не получится банально. Но на самом деле есть самые главные правила. Первое правило это... И шейте, и шейте на шейте. И шейте шейте. На самом деле на шейте сложнее всего шить, вы не начинаете на джинте шить. Потому что на легких тканях легче шьется. А на шерсть... Ой, шерсть. Шерсть. Почему шерсть? Почему шинца? Шинца очень твердая. И, например, если как у Наташи было, я просто кровь стирала пальцем. То есть настолько это было не просто, пока на персток не возьмешь, не вышли. А скакли? Ну тут скакутся мужа. На вышивальном фестивале также была и торговая зона, и она достаточно была большая. Во-первых, там был магазин Вышивариум, мастерская Котико, Ольга Антропова продавала свои схемы, чердачные истории, багет Клаб, также был столик Татьяны Шаровой и Натальи Гевки, магазин Я вышиваю, студия Маки и была Анна Петунова. В этой торговой зоне было что выбрать и красота была неописуемая. Все хотелось купить, но я сдержалась. И о том, что я с собой привезла с Вишфеста, я вам расскажу чуть позже. Также на территории вышивального фестиваля проходила выставка готовых и оформленных работ. Девочки принесли столько красоты, просто что глаза разбегались. И некоторые работы были очень интересно оформлены. и некоторые работы, как, например, «Зеленая деревенька», это от Домео, она меня просто впечатляет этот размер. Я ее видела уже не впервые в жизни, но размер, конечно, впечатляющий. А также Наташа нам предложила принести вышитые подушки. И я с собой из Пскова везла целых две. Это мои лисята от Лука-Эс и одна из подушек с маками-салами тоже от Лука-Эс. И вы не представляете, сколько там было красивых подушек. Я просто входила в восхищение. И вообще эти все работы, красивые оформленные подушки, они очень сильно вдохновляют. Вообще в конце вышивального фестиваля определялись победители. И я просто не представляю, как можно было выбрать из этого всего красивого многообразия что-то. Я в такие минуты очень не завидую людям, которым приходится выбирать в конкурсах. Вообще красота. У меня вся коллекция, да? У меня крокодильчиков не было. Ни одного, кстати. У меня были пингвины, лягушаты и бегемотики. У меня точно была девочка. Этот вот с двухдом. И вот этот на... Где даже сейчас где-то валяются. Ну, это вообще классная идея. Ой, вот этот сэмплер тоже. Классный. Кот. Попа-кота. Попа-кот. Личка тоже такое не видела ни разу. Скворец. Бася, ты. Питер. У меня... Я очень хотела начать... Взять с собой наборы, начать Казанский собор, но... Это Шипковин, да? Да, но так как у меня там идет борьба с процессами, я не видела. Деревеньку у нас девочка в Обскове одна вышивала. Мы с ней даже фотографировались. Она огромная. А вот пионы и дельфиньомы, которые я все никак не могу вышить. Они мне очень нравятся. Мне тоже. Они у меня начаты. Но они отложены, потому что я их не успею вышить, и они отложены. Девушка тоже у меня есть. Вот этот тоже мне очень нравится. Ну, куда мне столько маяков? Волна прямо и в Азовском. Волна, да. Вообще супер. Ну, Димэншинс популярная фирма. Ну, Димэншинс популярная фирма. Не маленькая, да? Да. Кстати, она мне тоже казалась меньше. Я смотрела. И давайте я вам вкратце расскажу, что же я привезла с вышивального фестиваля. Вообще я очень экономично туда съездила, потому что купила для себя, я купила только одну игольницу от чердачных историй. Я вообще давно хотела такую игольницу себе, но все никак не могла приобрести. Ну, негде мне ее было приобрести. Заказывать как-то было недосуг. А тут я пришла, и их было столько много, и было вообще что-то тяжело выбрать. Но я выбрала. Выбрала я вот такую вот милую игольничку с авокадо, на которую просто не могу налюбоваться. Пока что она стоит у меня на столе, рядом с вышивкой, и я, когда вышиваю, периодически на нее поглядываю и любуюсь. Ну, я думаю, что в скором времени я все-таки созрею и буду пользоваться ею по назначению. Вторую покупку, которую я сделала на вышивальном фестивале, это схема домик-гномик от Ольги Антроповой. Но покупала я эту схему не для себя, а для своей подруги. Вот такой вот милый сюжет. Я подумывала о том, что может быть и мне на такой домик, но потом решила, что куда я его дену. И сдержалась. Также чуть ранее я вам говорила о том, что мы с собой приносили подушки и проводился конкурс подушек. И одну из моих подушек, это подушку с аллами-маками, отметила фирма Панна. Они мне подарили вот такую вот алмазную мозаику, которая называется в ожидании любимой. Знаете, я давно хотела попробовать алмазку, и все никак не решалось. Я смотрела на алмазку Риолис и думала, купить мне или не купить, а понравится мне или не понравится. И вот тут они мне подарили такого милого медвежонка. Я обязательно его попробую. Надеюсь, что попробую его в ближайшем времени. Уж очень мне интересно, как это вообще все происходит. Очень интересно, что там внутри. Обязательно вам покажу в ближайшем времени. Но вот такой вот теперь у меня есть наборчик. Также фирма Панна вложила мне бесплатный пробник из серии Живая картина. Вот с таким вот, я не знаю, ландышем, да, ландышем милым, который, как мы видим, можно пришить там на рукавчик, на воротничок. Он небольшой, размер написано полтора на два сантиметра. Может быть, тоже когда-нибудь попробую. А еще на встрече с Юлией Лопутиной мы получили вот такие вот открыточки с такими вот прекрасными мухоморчиками. Это схема, которая мне тоже очень нравится. И я очень рада, что она у меня тоже появилась. Вот такие вот подарочки я привезла. Я, конечно, вообще удивлена была по поводу мозаики алмазной. Для меня это было просто шоком. Я вообще обедала в то время, когда меня определили победителем. Но это безумно приятно и безумно радостно. Вообще, вышивальный фестиваль оставила себе только положительные эмоции. На мой взгляд, это намного круче формулы рукоделия. Потому что здесь все как-то по-домашнему. Тут более теплая атмосфера. Здесь люди собирались вместе. Мы обнимались. Я встретилась со многими людьми, которых никогда в жизни не видела, но с которыми давно общалась в интернете. Я встретилась со старыми своими знакомыми. Вообще, у меня вышивальный фестиваль, можно сказать, начался еще по дороге на вышивальный фестиваль. Потому что при выходе из метро я встретилась с девочками, с питерскими вышивальщицами, с которыми я познакомилась в прошлом году. С которыми я провела большую часть вообще вышивального фестиваля. Во-первых, я довремя с ними провела, потом еще и после вышивального фестиваля. Безумно была рада всем встречам. Я получила заряд положительных эмоций, наверное, на год вперед. Потому что подходили люди, которые говорили мне приятные слова. И я понимала, что они мне говорят это совершенно искренне. И это вдвойне приятно. Я сейчас даже рассказываю, у меня до слез. Вышивальный фестиваль прошел в такой теплой, непринужденной обстановке, что эти шесть часов пролетели просто на одном дыхании. Если вы мне спросите, что же мне понравилось больше всего, я не смогу вам ответить. Мне понравились все мероприятия, которые я посетила на этом фестивале. Этот день для меня был наполнен встречами, разговорами о вышивке, объятиями, смехом, улыбками. И я очень рада, что этот фестиваль посетила. И надеюсь, что Наташа еще когда-нибудь решится и проведет вышивальный фестиваль в Санкт-Петербурге, потому что до Москвы мне далековато ехать. Наташа вообще большая молодец. Организовывать такие мероприятия это, конечно, большой труд. И я очень надеюсь, что мне хоть чуть-чуть удалось передать атмосферу фестиваля. Ну а на этом я буду с вами прощаться. Желаю вам легких крестиков. Всех люблю. Всем пока-пока.